Привет, YouTube! Это рубрика Инстачек, где я провожу потребительскую проверку Instagram брендов по вашим заявкам и высказываю свое мнение. В этом выпуске вас ждут тейпы, они же пластыри от старения и лишнего веса, палочка в воду для молодости и красоты и чудо-бокс, убивающие вирусы. И напоминаю, что в наш бот можно написать ваши запросы на проверку. Кидайте в него все, от косметики до инфокурсов и просто инстадичи от блогеров. Ну а мы сделаем об этом выпуск. Но чтобы не пропустить следующее видео, подписывайтесь, пожалуйста, на канал, нажимайте на колокольчик и рассказывайте об этом ролике своим друзьям. Ну а мы не будем затягивать и поехали! Недавно ко мне в бот прилетело вот такое сообщение. Катя, проверь, можно ли похудеть с помощью тейпов. Перехожу по ссылке, а там вот такие разноцветные пластыри на животах. Обклеились вдоль и поперек и стоят красивые, ждут, что живот сам рассосется. А все потому, что некая блогер Катерина и ей подобные заявляют, что тейпы это эффективный и безопасный способ уменьшения объемов тела. Они формируют тонкую талию, подтягивают живот после родов. И видео прилагается с подписью. Вот так легко и просто девчонки избавляются от лишних сантиметров. Реально просто налепил и готово. Мы же любим худеть, ничего не делая. Ведь по-любому, если наклеить что-то на живот, то жир такой, о май гад, это же пластырь для похудения. Воу-воу, намек понял, испаряюсь. Класс, да? Но, если честно, мне это больше напоминает попытку скрыть проблему. Это когда у тебя в стене дыра такая дыра. А ты заклеил ее газеткой. И точно так же можно, так знаете, скотчем двойной подбородок натянуть до ушей. Удобно, бюджетно. Тем временем эксперт по тейпированию выкладывает фото с поразительным эффектом. Заявляет, что ее клиентка за три недели обклеивания как минимум втянула живот и расправила плечи. Отсюда минус 11 сантиметров в объеме. Хотя вот в комментариях представители партии адекватности громогласно заявляют. Не верю. И знаете, правильно делают. А вот скажите, вы верите, что если носить раз в неделю тейпы по полчаса, можно так сбросить вес? А вот тут блогер хвастается результатами после тейпирования лица. Видите разницу? Вы знаете, я не вижу. А она есть. Ну, по крайней мере, в ракурсе и освещении, ну и дате фотографии. Кстати, курсы по такому похудению и преображению в инстаграме продают за 2180 рублей. И это еще якобы со скидкой, внимание, 80%. Тейпы же придется покупать самим. Это еще плюс 500-600 рублей в среднем. Хотя на Алике такие же ленты стоят 100-200 рублей. Правда, в описании к ним не сказано, что они для похудения. Наверное, китайские тейпы не такие волшебные, как инстаграмные. Или просто продавцы с Алика не такие обнаглевшие. Поискав информацию о подобных процедурах, я нашла вагон схожих аккаунтов. Тейпирование семимильными шагами идет к захвату трендов. И я не удивлюсь, если совсем скоро появятся новые инстабренды с разноцветными именными клейкими лентами и рекламой от блогеров-миллионников. Ну, такой, знаете, в комплекте. Все по классике. Сейчас эти пластыри клеят и на лицо, и на ноги, и на руки, и на шею. В общем, докуда дотягиваются. Все это во имя красоты, подтянутого тела или же против боли в суставах и мышцах. Но давайте разберем, а что такое тейпы и откуда они взялись. Начнем, пожалуй, с того, что кинезиотейпы изначально использовали атлеты для восстановления мышц и суставов. А сам тейп представляет собой эластичную ленту из хлопка, которая крепится на кожу с помощью гипоаллергенного акрилового клея. Иногда эти ленты носят по несколько дней, а тейпов ждут восстановление кровотока и лимфотока, уменьшение бревого синдрома, восстановление правильного движения и нормализация работы мышц. Наносятся они таким образом, чтобы стянуть кожу. Он раздражает рецепторы на ней, и это приглушает боль. Иными словами, это как потереть ушибленное место после удара. Нам становится немного легче. Но вот, знаете, тут ни слова о похудении, разглаживании морщин и подтягивании лица. И когда я спросила вас о тейпах в своем личном телеграм-канале, кстати, подписывайтесь, вот он. Вы тоже ответили мне, что большинство использует их для восстановления после спортивных тренировок. Но вот похудение и разглаживание морщин как-то никто не заметил. Но, наверное, вещь действительно стоит того, раз профессиональные спортсмены отдают свое предпочтение таким лентам. Но вот только стоит копнуть чуть-чуть глубже, и вот мы уже можем изучить исследования, где говорят о том, что кинезиотейпы оказались бесполезными в профилактике лечения скелетно-мышечных травм. А вот еще одно исследование Австралийской ассоциации физиотерапии, где участвовало 495 респондентов с различными травмами и болевыми синдромами. Их разделили на несколько групп. Кого-то тейпировали, кому-то давали плацебо, а кому-то выполняли ненастоящее тейпирование. Тогда участники об этом совершенно не знали. В итоге ученые пришли к выводу, что эффекты подобных манипуляций в группах равны. Он равен нулю. Один небольшой плюс все же есть. Некоторые респонденты отмечали угасание боли в тот момент, когда тейп находился на коже. Но исследователи опять же списали все на плацебо. Однако отсутствие доказательной базы даже касаемо прямого назначения тейпов не останавливает многочисленных адептов лейкопластыря. И они рассказывают о том, что красивый орнамент на животике способен влиять на ваш аппетит и убрать сантиметр. Да, эта аппликация поможет вам стать стройнее. Аппликация помогает нормализовать вкусовые рецепторы. То есть вы знаете, когда вы хотите пить, а когда вы хотите есть. И вы не употребляете чрезмерное количество калорий. Также данная аппликация работает с диафрагмой. Вы начинаете правильно дышать, и ваше тело получает правильное количество кислорода. Также мы решаем проблему болей в желудке, если они у вас есть. И в результате вы получаете более спокойную нервную систему. Аппетит снижается, и вы страниете. А вот заявление о том, что тейпы восстанавливают работу кишечника и обмена веществ, доказательство этим словам оказалось найти настолько же трудно, насколько поверить в то, что, не знаю, кусочек ленты каким-то волшебным образом заставляет целые органы работать иначе. К слову, никаких исследований о косметических способностях тейпов не существует. Так что, как говорится, верим на слово экспертам из Инстаграма. Но знаете, я могу предположить, что если плотно обклеить живот, то как минимум будет трудно переесть. Ну, потому что пластыри натянутся и не дадут свободно вздохнуть. Хотя, знаете, я вот до сих пор считаю, что самый эффективный пластырь для похудения, это тот пластырь, который крепится на рот. И все было бы не так страшно, если бы от тейпов просто не было бы никакой пользы. Но, к сожалению, несмотря на использование гипоаллергенного клея, данные ленты все же могут вам навредить. Вместо снятия боли и похудения мы можем получить отеки, зуд, покраснение и жжение. А теперь давайте вспомним, что некоторые отчаянные клеят эти полоски еще и на лицо. Как вам такие фото после тейпов? Знаете, аж больно стало. Понимаете, что вылечиться от серьезных болезней можно без лекарств и врачей. Главное, пожмакать мышцы и позвоночник особым способом. Кинзо не только создал инновационные пластыри, но и подарил многим предпринимателям возможность вырастить свои бренды. А также их выручку. До тысячи и миллионов долларов. Как это произошло с RockTape, например. А вот бренд KT Tape пообещал избавление от боли и защиту от травм. Однако обещания улетели на ветер, как и почти 2 миллиона долларов. Который суд обязал заплатить обманутым покупателям. Вдобавок к наказанию с упаковки убрали все заявления, а также повесили клейму о недоказательной эффективности товара. Данная участь потом настигла и RockTape и еще парочку аналогичных брендов. Но за нашими же инстаграмщицами никто не следит. Им можно годами вешать людям лапшу на уши. Кстати, основывается кинезиотейпирование на кинезиологии науки о движении человека. Это научная и практическая дисциплина, изучающая мышечное движение во всех его проявлениях. А кинезиологию используют в лечебной физкультуре. И согласитесь, это совсем не похоже на хаотичное наклеивание хлопковых лент с красивыми узорами. При травме, растяжениях тебе фиксируют конечность, чтобы не было повреждений, осложнений и каких-то там проблем с уставами и мышцами. Они тупо хаотично лепят на зону, где слишком жирно. Так что кинезиотейпирование и кинезиология – это совершенно разные вещи. Ну, знаете, как накладка в виде двойной камеры на айфон. Выглядят схоже, а толку нет. От такой декорации функции телефона не расширяются. Ну, или если хотите, давайте еще одну аналогию. Это как поставить гипс на руку или тупо этот гипс приложить к руке. Разница очевидна. Тем временем некоторые особо доверчивые покупатели пытаются проверить эффективность тейпирования. Но их надежды не оправдываются. Кто-то пишет, что это полная ерунда, кто-то, что боль снимает. Но стоит снять тейп, и она опять возвращается. Ну, а кто-то пишет о том, что ленты привели к химическому ожогу. К сожалению, независимых отзывов о тейпировании лица и использовании этой методики для похудения почти нет в открытом доступе. Не считая восторженных отзывов, которые располагаются на тематических страницах. И, как по мне, всю эту косметическую ахинею протянули за уши, взяв за основу существующую практику. При этом само кинезио-тейпирование является гомеопатией в мире анатомии, которую критикуют как ученые, так и медики. Может, оно действительно оказывает на кого-то эффект плацебо в случаях с болями. Но нужно четко понимать, что приклеив пластырь на бока и лежа на диване, не стоит надеяться, что килограммы на весах поползут вниз. Ребята, к нам на обзор прислали яркий пластилин Hey Clay залипаки с необычными свойствами. И сегодня мы с Марком слепим одного из героев, вот такого забавного зеленого пришельца по имени Циклоп. Для этого нам понадобится пластилин пяти цветов и приложение на смартфон от Hey Clay с анимированной пошаговой инструкцией. Здесь с помощью милых видео можно просто научиться делать любую фигурку, как на картинке. И все показано очень доступно и залипательно для детей от трех лет, поэтому мы должны справиться. Поехали. Раз, два, три. Давай сейчас будем циклопы лепить с тобой, да? Нам нужно с тобой зеленый, держи зеленый. Давай, вытаскивай. Лепи кружок. Вот такой, вот так, смотри. Вот так вот сейчас будем делать с тобой тело. Давай вместе, вот смотри, зай. Вот у нас кружочек, а теперь нам нужно сделать морковку. Вот, смотри, зай. Можно помочь тебе? Ну, почти. Давай, сгибай вот так пальцы. Вот, правильно. Сними когти. Готово. О, тело готово. Губы делаем розовые. Два средних шарика надо скатать. Давай, два шарика катай. У тебя шарик, а у меня две вот сюда кладем. Раз, сверху. Так. Один средний. Половинку отделяй от него. Два сказали, слепите ли один? Один. Точно? Один. Глаз готов, да? А еще огромный плюс этого пастелина, что он вообще не липнет. Не остается на руках, на одежде, на столе, нигде. Это очень важно, и мамы сейчас меня поймут. А еще он очень легко моется, и... Ну-ка, понюхай. Ммм, искусно пахнет. Вообще, с него можно лепить не только стандартные фигурки, но и полезные рабочие в быту вещи и украшения. А все потому, что если оставить пластилин на воздухе на 24 часа, он застынет и сохранит свою форму, станет твердым, как полноценный предмет. Например, мы сделали рабочую подставку для кружки, симпатичный брелок и декор для чайной ложки. Ну, круто вышло. Я даже немножко почувствовала себя дизайнером и творческим человеком. А теперь оцените, каких героев у нас с Марком получилось слепить. Марк, скажи мне, у кого получилось лучше? Меня! Ну, я даже сомневалась. На сайте Хей Клей большой выбор наборов с разными персонажами. Пришельцы, монстры, животные, птицы, насекомые. Все для развития творчества, воображения и веселого семейного досуга. А сейчас Хей Клей дарит скидку. По промокоду КОНУСОВА вы можете сэкономить 20% от стоимости. Все подробности и ссылку на сайт я оставляю в описании под этим видео. Переходите в магазин и выбирайте набор по вашему вкусу. Да? Друзья, ну а прямо сейчас озовитесь, пожалуйста, в комментариях, кто помнит такой инстаграмный бренд, как Расцветай. В свое время он прославился своими концентратами молодости. Термальной водой, детексом и прочей полезной ахинеей непонятного гомеопатического эффекта. В свое время Расцветай был так популярен, что они брали рекламу у крупных блогеров и звезд. Хватало денег на Митрошину, Дакоту, Литвинову и Звереву. Но потом все пошло на спад, народ перенасытился инстаграмной хренью. И мне показалось, что Расцветай уже не цветет, а откровенно, так скажем, завял. Но тут мне приходит запрос от вас. Минеральная палочка Расцветай – помощник для вашего иммунитета, пищеварения и стрессоустойчивости. Катя, пожалуйста, проверь. И знаете, уникальная вещь ваша – это палочка. Уже даже Ксюша Собчак опробовала ее и советует нам следовать ее примеру. Покупать, опускать в стакан с водой и вуаля! Ваша вода станет особенной. Полезной, не то что раньше. А вообще, знаете, в последний раз так воду заряжали такие гении Собка, как Чумак и Кашпировский. Только бесплатно. Поставил банку с водой перед телеком, а эти ребята тебе ее обогасят. Ну, допустим, там, серебром, попутно понизив АК у всей твоей семьи. Ммм, ностальгия. Но это романтика страны советов. Теперь все модней. Палочка «Расцветай» имеет красивую форму, модную гравировку с хэштегом и цена – 2900 рублей. Сроком службы – на полгода. Производители уверяют, что их палочка делает вашу воду живой, чистой, легкой для усвоения, щелочной и богатой на минералы водород. А еще убивает бактерии и вирусы, если вы понимаете актуальные отсылки к короне. А для чего же нам такая восхитительная вода? Ну, ради красоты, конечно. «Расцветай» именует свою инновацию канцерогеном молодости, который поможет вашему пищеварению, иммунитету, нормализует сахар в крови, там, не знаю, замедлит старение, повысит качество волос, ногтей, нормализует вес, повысит устойчивость к стрессам и еще куча-куча-куча-куча всего. Все это делает вода. Прикиньте? Мне страшно представить, чтобы «Расцветай» написали в рекламных обещаниях, если бы продавали воздух. Типа, омолаживает, бодрит, способствует ускоренной работе мозга, обогащает кровь кислородом, продлевает продолжительность жизни. Красиво звучит, и не соврали даже. И думаешь, ну, шедевр маркетинга. А потом, чпунь, и находишь такие же палочки-отчищалочки на Алиэкспресс. Вот тебе и с ионами, и с PH, и с прочим-прочим, в огромном количестве за 100-200-300 рублей. Инновации прямиком из Китая. И вообще, вот скажите мне, что мешает купить какие-нибудь фильтры из ближайшего магазина, которые тоже обогащают нашу воду чем угодно? И смягчают, и ионизируют, и добавляют магния и цинка для силы красоты. Просто знаете, какая-то бесконечная рекламная битва. Я даже и не знаю, кто победит. Но давайте пройдемся по составу палочки «Расцветай». Как мы помним, в палочке есть кремний, который должен насытить воду ионами водорода. А вот статья ученого-биохимика и кандидата химических наук Мосина Олега Викторовича, в котором он пишет, что использовать воду с кремнием нужно с предельной осторожностью. А людям с онкозаболеваниями или предрасположенностью к ним нельзя заниматься подобными экспериментами. Также он указывает, что допустимое содержание кремния – это 10 мг на литр воды. Сколько кремния запихали в палочку? Никто не день пишет. Ах нет, на сайте сказано «кремний в гомеопатических дозах». А все мы помним, что гомеопатическая доза – это даже меньше, чем наш мрот. То есть кремния там почти нет. Фух, ну прям полегчало. Что же касается серебра, который очищает и обеззараживает. То я уже не раз разбирала его свойства. Потом из выпусков Инстачека я нашла подробную информацию о том, что думают ученые о злоупотреблении серебром. Переходите, пожалуйста, сейчас по подсказке. Уверяю, там много всего интересного. Смутил меня и обещание минерализации и очищения. И, к сожалению, из-за режима самоизоляции мы не можем проверить подобные палочки на экспертизе. Ну, чтобы убедиться в том, действительно ли они обогащают воду минералами. Но можем включить элементарную логику. И привести к примеру настоящие минерализаторы воды, которые не просто содержат в себе камешек в перфорированном тубусе, а делают это с помощью сложной многоступенчатой системы. Спрашивается, зачем все это, если можно было бы просто накидать камни в стакан? И, знаете, лично у меня эта палка вызывает большие сомнения. Как и остальная продукция бренда «Разоцветает». Вот, например, тот самый знаменитый концентрат молодости, который стоит 3500 рублей. В поисках отзыва я наткнулась вот на такие заголовки о том, что БАД просто может быть опасен для вашего здоровья. Впечатлили истории о том, как девушки покрывались сильной сыпью на руках, лице, а их самочувствие становилось хуже. Одна из покупательниц стала мучить изжогом. Сбился сон и появилась усталость. И это плюсом к прыщам. Все-таки нужно понимать, что употреблять какие-то БАДы, растворы, мы будем внутрь, а это тот еще риск. Никто не исключает аллергию на компоненты, неправильную дозировку. И вообще, перед тем, как в лошадиных дозах потреблять какие-то добавки, надо поговорить с врачом. Я вот недавно сдала анализы и поняла, что у меня, например, избыток цинка и бора в организме. Спрашивается, откуда? Теперь я в поисках источника. Грешу даже на фильтры для воды. Поэтому, ребята, если вдруг у вас есть версии, от чего может повыситься цинк и бор, буду очень рада услышать все в комментариях. Что же касается расцветай, их самая главная проблема – это реклама. Все выставляется безобидным и невероятно эффективным, на уровне прям фантастики. И даже если палочка для воды хоть как-то там работает, то точно она не уменьшит ваш вес, не улучшит кожу и не снизит стресс. Эксперименты со здоровьем – вещь серьезная. Если вы хотите помочь своему организму, лучше обращайтесь к проверенным и доказанным методам. И не ведитесь на красивые упаковки рекламы от блогеров, ну и деятелей шоу-бизнеса. Ведь в попытках расцвести можно запросто завянуть. Ну а если прямо сейчас у вас возник вопрос, откуда моя прекрасная рубашка, я, как всегда, на все вещи, в которых я снимаюсь, оставляю ссылочки под эти видео. Не забывайте. С некоторых пор в бот начало приходить много сообщений об эко-боксе, которые поможут вам стерилизовать телефон, наушники и прочие мелкие вещи при помощи ультрафиолетового излучения. Видимо, антисептики от инстабрендов уже неинтересны. Производители всякой дичи выходят на новый уровень, предлагают нам профессиональные приборы для обеззараживания. Предлагают и массово раздают на рекламу блогерам. Эко-бокс – это инновационная технология для решения современных проблем с микробами, вирусами и бактериями, которые покрывают любые поверхности. Всего за несколько минут Эко-бокс, используя ультрафиолетовые лучи, удалит 99,9 бактерий и микробов в наших предметах и устройствах. На коробочке Эко-бокса кладете телефончик, наушники, колючки, сердечки, и все будет обеззаражено, и телефончик заряжается. Просто моя любовь новенькая. Еще Эко-бокс заявляет, что поможет вам дать вирусу бой и уничтожить COVID-19, как и 99,9% всех остальных вирусов и микробов. А еще бренд бесстыдно клеит на фото со своим товаром герб Российской Федерации и подписывает, что лампы рекомендованы Роспотребнадзором. Уважаемый Роспотребнадзор, если вы меня смотрите, пожалуйста, обратите внимание, как пиарятся на вашем славном имени. То есть, вот эта маленькая коробочка с не менее маленькими лампами защитит мой телефон? Как-то в это не верится. Однако Эко-бокс уверяет, что Роспотребнадзор рекомендует использование УФ-ламп в целях недопущения распространения COVID-19 и приводит в пример письмо от ведомства. Но как вы думаете, есть ли какая-нибудь разница между вот этим и вот этим? Эко-бокс пишет, что их лампы обладают мощностью в 2 ватта, в то время как профессиональный медицинский облучатель обладает мощностью в 30 ватт. Но все равно, пример Эко-бокса некорректен, так как в письме Роспотребнадзора речь идет о бактерицидных лампах для обеззараживания воздуха. Игра слов, и подмена понятий. Тем более, очевидно, что профессиональное оборудование ни в коем случае нельзя ставить рядом с новомодной игрушкой. Если посмотреть, например, работу такого бокса, можно заметить, что лампы настолько маленькие и слабые, что даже если они и оказывают какое-то воздействие на бактерии, они делают это на очень маленьком участке. Подглядываем, как она убивает вирусы. Работает. А еще, знаете, что можно? Вот так вот поставить второй свой телефон, и она будет заряжать. Опять же, для примера, давайте возьмем стерилизаторы для маникюрных принадлежностей. Минимальная мощность 8 ватт, а время обработки 40-60 минут. При этом Эко-бокс стерилизует предметы за 10 и 20 минут. Ну, просто магия какая-то. Знаете, такая магия развода. Ну и напоследок, бренд утверждает, что Экбоксы можно купить только на официальном сайте. А еще цена сейчас со скидкой 4 тысячи вместо 7. Но, увы и ах, Эко-бокс нам нагло соврал. Ведь эти коробочки прямиком с Алиэкспресс, и стоят они 1600 рублей, если заказывать их из Китая. Что и делает некий ИП Алексей Александрович. Ну, судя по декларации соответствия. И знаете, сегодня прям какой-то китайский выпуск получился. Инстидич уверенно набирает свои обороты в социальной сети. А ситуация с коронавирусом, к сожалению, открыла новые пути для мошенников. Тут главное, не подаваться панике и не скупать всю эту новомодную продукцию, которая якобы защищает вас от всех бед. Проверяйте бренды, не стесняйтесь спрашивать о товарах напрямую и берегите свои деньги от подобных разводил. На сегодня наша подборка закончилась. Благодарю всех, кто досмотрел этот выпуск до конца. Не забывайте, пожалуйста, оставлять ваше мнение в комментариях. Делитесь этим видео с друзьями. Обязательно посмотрите прошлые выпуски. Ну, а мы с вами увидимся совсем скоро, буквально в следующем видео. Пока-пока!